Добрый день! Начинаем пресс-конференцию организаторов третьего фестиваля Дни Академического Творчества «Детская площадка», который проходит в Харькове с 20 мая по 2 июня. Организаторы подведут итоги первой недели, презентуют запланированные события. Это форум Детской Свободы, фестиваль книгодействия и стрит-арт-акция. И спикеры Елена Зименко, куратор проекта «Детская площадка» и режиссер ТО «Два товарища». И Марина Гонева, заместитель директора Харьковской муниципальной художественной галереи «Искусство Вед». Добрый день! Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех прямо в середине развития проекта фестиваля «Детская площадка». Фестиваль проходит в третий раз в Харькове. Стартовал 20 мая и продолжается работа фестиваля прямо сейчас. То есть мы как бы вот на таком экваторе. И еще одна неделя нам предстоит, неделя больших событий, о которых мы хотели повернуть. Мы специально, я специально придула сделать пресс-конференцию не в начале и не в финале фестиваля, а в середине. Потому что наша группа организаторов пополняется, мы об этом скажем, да? В середине, потому что начало – это у нас такой старт. Формат фестиваля предполагает наполнение экспозиции, выставки каждый день. И вот как раз сейчас у нас уже выставки начинают наполняться, и в финале у нас будет открытие на закрытии. Каждый день дети приносят работы, создают работы в рамках фестиваля, в мастер-классах. И как бы наполнение экспозиции от подвала муниципальной галереи происходит вот как бы в таком импровизированном формате, и как такой выставка, живой организм. Вот. Я воспользуюсь маузой и скажу, что к нам присоединилась Наталья Ковалев, руководительница департамента детской литературы и издательства «Ранок», которая партнер с организатором… Генеральный партнер нашего проекта, третьего фестиваля «Детская площадка», и партнер трех событий, открытия. «Стрит-арт-акция», которая будет 1 июня, и финалы нашего яркого с награждением участников детской площадки, с награждением в конкурсе «Полиана» и «Истории с Полианой». Я буду, может быть, вкладывать, у нас есть несколько… Уже есть фоторепортажи с событиями фестиваля. Итак, основной формат – это выставка, которая наполняется каждый день. Мы ее называем «Интерактивная выставка». В этом году она состоит из работ индивидуальных и также экспозиций, которые представили творческие инициативы, творческие лаборатории, работающие на Схарькове, в том числе и с лицами, и с ВПО-манушенопромещенными особами, в том числе и с Бразловыми… И творческие студии, которые работают в стиле неакадемическом. Отдельно открылась экспозиция «Аркоцентра». Это порядка 50 работ детей, совершенно разных, в неакадемической манере в основном. Идея в том, чтобы привлечь внимание взрослых к тому, что творчество ребенка – это познание. Это то, как ребенок узнает мир. Это то, что помогает родить мотивацию и то, что помогает воспитать личность. Поэтому мы хотим отдать дань уважения тому творчеству, которое происходит спонтанно. И каждый участник нашей выставки, нашего фестиваля, может стать автором первой своей в жизни, первой экспозиции выставки в рамках нашего фестиваля «Детская площадка». Также от индивидуальной работы мы используем в экспозиции также цитаты детей, очень забавные, интересные. Вот эта детская логика, которую тоже хочется поделиться. Событийный ряд фестиваля очень насыщенный. В этом году у нас получилось включиться в несколько фестивалей, которые проходят параллельно. И включиться именно благодаря тому, что у нас синхронизированный инфраструктурный формат. В «Ночи музеев» мы играли в игры, которым не то что сто лет, а тысячи лет. Оказывается, игра «Нескачки» тоже, игра тысячелетней давности, ее тоже придумали в Китае. Как и игру «Го», которая претендует на право самой древней игры. Так вот тут «Нескачки» и «Го» могут построить. На «Ночи музеев» мы в это играли. Потом стартовали мы с конкурса «Кола комиксов с Полианы». Мы предлагаем новый формат чтения книг. Ну, может, не новый, но, скажем, инновационный. Когда мы с книгой обращаемся не как с чем-то недоступно ритуализированным, которое должно стоять на полуке и пылиться, ну, надо пыли вытирать, а книга — это тоже объект диалога. Поэтому мы провели эксперименты, проводим эксперименты, называется это «Кола комиксов», когда мы по заданной тематике пытаемся разбудить, проводим рисование комиксов. И будем фантазию ребенка, и ребенок придумывает вместе с книжкой, вместе с готовой историей уже свою новую. И интерес, естественно, отрастает. Так мы провели «Кола комиксов с Полианы», познакомились с книжкой, с историей ее создания, с автором, и затем нарисовали комиксы о том, как мы бы поехали в гости к Полианову. Комиксы рисовали на стене, прямо от выставки. И так получилась у нас экспозиция комиксов по мотивам книжки «Колианов». Это вот вы можете увидеть «Игры в ночь в музеях». Затем следующая выставка, которая открылась в нашей экспозиции, это «Пикассо». Мы, дианокс «Пикассо» так назвала мастер свой мастер-класс, Катерина Кравцова. Дети попробовали создать портрет в стиле Павла Пикассо. И это совершенно интересный, уникальный опыт, когда портрет мы создаем не так, чтобы похоже было, а так, чтобы передать внутренний мир вот с помощью красок, с помощью свободной работы с материалами. И детям это страшно нравится, они по-другому начинают воспринимать форму общения. «Хундер Твассер». С удовольствием хочу сказать о том, что в нашу экспозицию ввелся проект, презентация проекта «Хундер Твассер – это прекрасно» в студии «Дарвина-16». Они, по-моему, в течение года готовили художественные работы по мотивам творчества этого художника и моделировали объекты, дизайны делали, тоже по мотивам «Хундер Твассера». Почему важно это? Потому что художники, архитектура 20 века – это определенный пласт, который дает возможность посмотреть на искусство не только как на предмет какой-то ценности, дорогостоящий. Искусство 20 века – это искусство открытий, родившееся из расщепления атома, понимание не трех, а пяти, шести множества измерений. И искусство 20 века – это тот инструмент, с помощью которого мы можем рассказать детям о важных вещах, «Будь то математика, геометрия Сэшера», например, «Будь то какие-то химия, оптика», но в том числе и гуманитарные какие-то задачи общечеловеческого характера – это равенство, это права ребенка. Все это возможно доносить до человека, до детей с малого возраста с помощью творчества. Вот, собственно говоря, это базис нашего фестиваля, сказать детям, родителям, учителям, воспитателям, в общем, всем, кому, кто неравнодушен к развитию ребенка, о том, что берите вот все культурное наследие, которое вас окружает, и погружайте в него, и дети выучат математику, дети выучат языки, дети начнут понимать мир чуть более свободно, во всем его равнообразии, ценить окружающих и быть достойным членом общества. В общем, такое замесло. Вот. И сейчас я, наверное, расскажу о предстоящих событиях фестиваля. Значит, каждый день у нас можно приходить и вовлекаться в события. Сегодня, например, день тренинга, тренинг «Эйдетика», как поеднаты воспитания и творчества, со всем вечером будет для подростков тренинг по профориентации. Чем интересно? Тем, что это все происходит в творческом пространстве, в выставочном. Завтра мы вливаемся в фестиваль «Харьков Европейский» двумя мастер-классами. Мастер-класс по картонной архитектуре, и я с удовольствием чуть позже предоставлю слово автору мастер-класса, мастеру Татьяне Новиковой, которая уже здесь. Мастер-класс по плакату «Я тут вместе с Ириной Алининой» завтра будет, Ирина Алинина, куратор детской площадки. Это завтра фестиваль «Европейский». Послезавтра мы вливаемся в Белодей с активностью музейно-игровое пространство, вместе с партнерами детской площадки, будут настольные игры, с гастролями приедет музей Репина, с которым мы дружим с прошлого фестиваля, и также, конечно, будут как-то рисовальные мастер-классы. 31-го у нас события более как бы серьезного характера. Мы организуем первый форум детской свободы, в котором хотим поднять к обсуждению тему «Как вовлечь ребенка в чтение». И на форум приглашенные спикеры разных сторон. Это представители издательств, это директора центра гендерной культуры. Сказать о важном, о том, что у нас вообще с нашими стереотипами творится. Также представители родителей. И мы пройдем, будет у нас мастер-класс по креативности, а на днях фаспитация такая, громадские обговорыня с детьми-то батьками, чего читаты в Шкидново-Новчане. То есть мы подумали, что очень интересно собрать детей и родителей, пообщаться и как бы понять срез, чего дети и родители ожидают от школьного обучения в следующем году, вот в ближайшем, спросить их неформально, неофициально. И ту информацию, которую мы получим, мы постараемся опубликовать. Это 31-го. Ну и первое, это День защиты прав ребенка. У нас обшипнейшая программа. Мы стартуем с 12.00, стрит-арт-акция по мотивам Уберт-Вастера на стене будет создан на 23 августа, рядом с Гигалендом будет создан Мурал, очень яскравый Палат Поляровый. В 14.00 у нас будет Неводия, фестиваль. Мы будем играть в книжки, презентовать новых героев, разных книжных издательств. Издательство – это игра по мотивам «Руфало», презентация театрализованная, затем награждение переможцев конкурса с Полианною. Работы принимаются, и сейчас каждый может принести свою работу к нам в пространство в муниципальном глине и поучаствовать в конкурсе. И в финале у нас будет обступательный музей. Проект детской площадки «Чита-час» – это когда семь спикеров, семь взрослых рассказывают о своей детской книжке. Это мероприятие для взрослых, но и для детей. Вот такая насыщенная программа. Приглашаем. И, в общем, я надеюсь, что я емко достаточно изложила. И с удовольствием хочу предоставить слово принимающей стороне. Муниципальная галерея у нас с первого фестиваля дает нам волю компровизации наших экспериментов в детской площадке, и я думаю, это дает свои плоды, потому что ширится круг единомышленников. Мы выходим на улицы с нашими проектами и обовлекаемся, предъявляю слово, Марине Куниевой. Спасибо. Ну, я не перестаю хвастаться тем, что когда-то, несколько лет тому назад, приходили две безумные мамы, и я подумала, что раз у них так много индустриентов, надо их познакомить и взлетать, и вот то, что получилось после их знакомства – это площадка, которая все больше набирает оборудов, и нам приятно, что это происходит в муниципальной галерее. Еще раз подчеркну, что в принципе сейчас огромное движение, огромная популярность именно альтернативного образования, причем оно относится не только к детскому творчеству, но и в разных профилях сферах, точно так же я это наблюдаю в современном искусстве, среди художников, среди менеджеров. И вот площадка, она находится вот в такой струе, соответственно, вот того движения, которое сейчас есть. Потому что все предлагаемые мастер-классы, все предлагаемые акции, которые делает площадка – это действительно такое альтернативное образование. Потому что это не просто процесс, где мы развлекаем детей, где просто дети что-то задействованы, и они имеют некий творческий процесс, это альтернативное нанесение каких-то знаний, какой-то информации, которая могла бы казаться скучной, но в данном формате, в формате игровом, в формате творческом, она принимается легче, приятнее, и я надеюсь, что она и лучше запоминается, потому что она запоминается тактильно, ну, вообще-то задействуются все сферы, все чувства. И приятно, опять-таки, в муниципалке с 2006 года не было постоянной программы детского творчества. В 2006 году мы закрыли наш фестиваль «Мир без теоретных красок», после которого у нас там какие-то иногда периодически были детское творчество, но в принципе это не являлось такой какой-то программой, если. Вот с появлением площадки – это программа, которая появляется у нас как минимум раз в два года, а то и чаще, да, и главное, что она очень соответствует нашему формату и нашему деятельности, потому что она очень не консервативная, да, то есть она очень любит нарушать все рамки, правила и нормы для того, чтобы достигнуть максимальной свободы и самовыражения и раскрепощения, а что совершенно в Мирском муниципалке. За что спасибо и, собственно говоря, за что мы и гордимся. Хочу сказать, что вот мы стартовали наш проект, понимая невероятный потенциал нашего города, невероятный потенциал творческих людей нашего города. В том числе и один из принципиальных моментов, вот те какие-то обращения, которые мы с первого фестиваля делаем, мы детям дарим книги обязательно. Это вот как бы такая принципиальная вещь. И наш Харьков, Харьков имеет большой потенциал книг-издательств. И это совершенно замечательно, и я могу не без хвастовства сказать, что к нам присоединяются издатели и помогают осуществить наш проект, и поэтому я с удовольствием передаю слово эксперту издательства рамок и хочу на самом деле узнать ощущения от вовлечения в наш проект и, наверное, то, что в чём совпадает, какие-то важные вещи? Обязательно. Такие вещи совпадаем обязательно. Ну, Харьков на самом деле в разрезе Украины это город, где сосредоточено очень много различных издательств. И самое что приятно, эти издательства, ведущие издательства Украины. Профили у них совершенно разные и не успешно их развиваться. Кроме того, это большой полиграфический центр, где производится практически вся печатная продукция, особенно в разрезе книг для детей. Она производится хайпами. И этим мы тоже очень гордимся, потому что мы к этому издательство РАНО, корпорация РАНО, имеем непосредственное отношение. Миссия нашего издательства – это развитие и открытие талантов ребенка и его родителей в том числе. Именно поэтому мы не только заботимся о том, чтобы наша продукция соответствовала этой миссии, раскрывала ее, углубляла, расширяла. Мы очень приветствуем различные взаимодействия с такой же миссией у других каких-то концептов. «Миссия нашего издательства РАНО, мы всегда ищем новые пути. Мы ищем новые пути не только для создания книги, но и для продвижения ее, но, наверное, нового знакомства с ней. Потому что новое поколение, новые родители, новые дети, у них очень много различного информационного потока вокруг. очень много разных выборов, иногда они запутываются. И мы в этом хотим им помочь. И я думаю, что в данной миссии мы с артплощадкой совпадаем, потому что их интересные, объективные идеи. Я согласна, потому что они инновационные. Многие из них широко развиты в Европе, но только, конечно, нам радостно в этом участвовать, радостно помогать, радостно что-то придумывать совместно. И я думаю, что мы будем продолжать это делать. Потому что творчество – это очень широкое понятие. И не только ребенок в нем учится, не только это может быть альтернативным образованием, но ребенок в нем эмоционально развивается. Что самое главное, не только ребенок, но и родители вместе с ним. На мой взгляд, это еще более важно, потому что ценность семьи, ценность отношений, ценности восприятия эмоций, она очень важна в нашем технологическом мире. И книга, и искусство, и соприкосновение с этим творчеством через книгу, через искусство очень этому помогает. Поэтому мы рады, что у нас здесь совместный проект. Мы думаем, что он будет не последним. И очень надеемся, что тем, кто в нем участвует, я имею в виду деток, их родителей, это тоже им приносит положительные, и не только положительные, но и запоминающиеся эмоции, которые их объединяют, которые дают им шанс увидеть новое, запомнить новое, захотеть новое. Не понять, насколько вокруг много интересного, и как много нужно пробовать в этом большом шумном зловом городе. Спасибо огромное. Просто хотелось добавить каких-то примеров, потому что из этих историй, из позиции взаимодействия между ребенком и родителями, иногда родители не всегда даже понимают, в какой момент и где им нужно, они могут научить чему-то ребенка, потому что есть какая-то такая направленность, там школьное образование, где мы садимся и занимаемся с ребенком, а иногда есть какие-то такие смешные истории, как произошла вот, просто прочитанного в соцсетях, произошла в «Ночь музеев», когда были предложены вот те самые разные игры, в том числе и резиночки. Как оказалось, не все и многие дети современные не знают уже резиночек, и поэтому они подходят и говорят «Мама, что это?» Мама говорит «Резиночка». Я говорю «А как это?» И в результате мама стояла и прыгала резиночки, до второго уровня дошла, больше не рискнула прыгать, но показала, как это действует и оказалось, что в гаджетах нет резиночек, поэтому дети их не знают. И вот в какой-то такой банальной вещи, где родители могут передать свои знания и опыт в таком бытовом моменте в игре, который стимулирует площадку на те моменты, в которые родители, может быть, не акцентируют свое внимание в целях дать хорошее образование, научить английскому или еще чему-то подобному. Основное открытие и основное направление наше – это действие, направленное на диалог. Мы предлагаем иногда даже глупые поводы для того, чтобы диалог налаживался между детьми, родителями, между учеными и только начинающими учиться детьми. В первом социале у нас было даже принципиально приглашать не педагогов, которые умеют работать с этими научными, а специально людей, которые впервые здесь у нас на площадке сделают презентацию своей деятельности для детей. То есть это кандидаты наук, читающие лекции в университетах. Это дизайнеры, делающие сложнейшие объекты. И в этом году еще ворвались, скажем так. Школы начинают привлекаться к нашему действию. Они понимают, что мы не создаем конкурентную среду. Мы пробуем рассказать об инструментах, которые воспримутся или не воспримутся. Поэтому вот слоган нашего С-3 фестиваля – это «Мастерство Диум», «Искусство действия». Мы предлагаем действовать и создавать. Хочу сейчас представить слово Татьяне Новиковой, дизайнеру, которая с нами вместе делает уже на третьем фестивале эксперименты. И картонная архитектура, наше изобретение, завтра новые картонные дома появятся, наверное, на площади архитекторов. Предоставляют слово Татьяне. Здравствуйте. Я не знаю, что завтра появится. У меня задачи немного другие. Мне очень нравится подход, который ждет Лена. Ну и вообще, те задачи, которые вы ставите перед собой. Это диалог между детьми и родителями. Новый способ взаимодействия и вообще раскрытия личности. И завтра, в общем-то, я хочу на самом деле с детьми. Мне тема понравилась европейского Харькова тем, что в самом деле никто не знает толком, ну, у каждого свой образ европейского. И мне бы завтра хотелось, чтобы вот дети, как раз каждый создал какой-то свой символ составляющий вот этого европейского города. Я не знаю, как это получится, это будет экспром. Но думаю, что все будет хорошо. Я владею какими-то инструментами, как вот Лена говорила, дизайнерскими. Опыт есть в какой-то такой коллективной работе. И самое лучшее, что может там произойти, это как раз вот этот вот диалог между детьми. Когда они создадут команду, каждый сделает свой какой-то элемент, и все это соберется в какой-то прописке Харьков. Посмотрим, что получится. Спасибо. В общем, наверное, нам в середину такой квадриарной конференции это все. Я приглашаю наследовать на наши события. Фестиваль продолжается. Приглашаю нам открытие на закрытие 1 июня. И, как бы, и вижу, что каждый раз ответственность растет, потому что быть всегда новым и готовить новые эксперименты, это значит узнавать каждый день новое. Поэтому работа детской площадки, она не останавливается на фестивале. И дальше, я думаю, мы будем с этим всем жить еще год и родим новый фестиваль. Вот. Спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? У меня есть тогда вопрос. Про родителей интересно. Насколько активно они вовлекаются или не вовлекаются, например, или там осторожно стоят в стороне? На самом деле есть разные. Ну, разные родители, понятно. Есть родители, как бы, наши изначально. Они приходят и сразу вовлекаются и сами готовы мастер-классы проводить. И есть родители, которые наблюдают. И, ну, максимум 10 минут. Потом они не могут не включиться. Я заметила часто на наших вот акциях, родители легче воспринимают сложную информацию, когда видят, что ребенок эту информацию уже воспринял. Сложнейшие вещи, там, социального общения. У нас была одна из акций, мы вместе с чернобыльской мастерской делали, рассказывали детям о том, что такое трагедия чернобыльская. И в результате, и затем создавали плакаты. Как бы, совершенно новые открытия, новое понимание возникает. Ну, и вот одна история, когда родители смотрят, говорят, а я не знал, что так можно с детьми просто так играть, чем попало, как попало рисовать. Ну, говорят, ну, никто что не запрещает. Наверное, это очень важная истина, что никто не запрещает начать разговор, попробовать. Просто, чем старше человек становится, тем больше у него стереотипов, представлений о том, как не надо. А у детей их еще мало, и вот это то, с чем нам стоит у детей учиться. Вот, можно. А что есть здесь? У меня очень помнится картинка, когда я какой-то очередной раз забегаю в артподвал, когда я на площадке, и вижу какое-то безумие, потому что они все делают тоже мастер-классы у Дании с домиками, и вот этот безумие родителей, которые дети влезли внутрь коробки, держат изнутри коробку, а мама бегает вокруг, обматывает это скотчем, чтобы закрепить и получиться домик. И это какое-то такое безумие и счастье. Ребенок держит стены изнутри, мама снаружи закрепляет их скотчем, и это вот каждый домик. Это домик с ребенком внутри и снаружи мама со скотчем или папа. И это очень весело, и это через смех или через писк, и этим всем защищается все это пространство. Это действительно вот такая бурная жизнь, которая яркая, красивая. И что самое замечательное, несмотря на то, что мы даем полную свободу, у нас никогда не бывало такого, чтобы какой-то негатив просочился на стены нашего пространства. Ну, это, наверное, говорит о том, что так комфортно, так... Наш месседж, наше поведомление до учителя, можно давать свободу, это не страшно. Это как бы про внутренний мир. И дети, они ответят взаимностью. Когда запрещаешь, это рождает агрессию. Когда даешь свободу с моментом ответственности, наверное, тогда возникают какие-то вещи талантливые и так далее. Ну, я хотела, думаю, чуть-чуть добавить в отношении родителей привлекаться или нет. Родителей нужно на самом деле привлекать, потому что это те же дети, как взрослые. И иногда их дети мудрее, активнее, интереснее, и надо, чтобы их дети их тоже этому учили. Родители новые, они очень многого не знают и даже не знают, откуда это брать. Поэтому, когда они приходят с детками на мастер-класс, куда бы то ни было, мы даже когда у себя проводим, мы обязательно их привлекаем, чтобы они тоже становились где-то внутри себя детьми и показывали, открывали. Таким образом, они будут находить общий язык. Что касается школ и других образовательных заведений, я вас уверяю, им только спасибо скажут, если они будут знать, куда можно пройти с детьми. Моя последняя поездка была на книжную выставку Лондона. И путешествуя, взглядывая картины в галерее национальной, я обратила внимание, что абсолютно в каждом зале проводятся занятия с детьми. И я, глядя на это, честно говоря, позавидовала этим детям и это человек за наших детей, потому что они точно так же могли бы интересно слушать, участвовать, развивать мысль, учиться мыслять эмоциями, воображать и так далее. Но очень мало дается для них возможностей. Поэтому нужно в этом направлении обязательно работать. И чем больше образовательных структур будут об этом знать, тем больше они будут сами даже инициировать и принимать участие в этом деле. Спасибо. И еще один вопрос у меня по поводу форм детской свободы. Вы говорили, что будете говорить с детьми и со взрослыми о том, что они думают о школьном образовании, как они его видят. Будет ли у этого какое-то логическое продолжение? Потому что вот здесь есть дети и взрослые, которые понимают, что им нравится и чего не хватает, а есть чиновники, которые не понимают. И как-то может быть вы передадите им результаты или… Ну да, мы хотим собрать эту информацию, структурировать. С тренером-фасилитатором Даниелой Куэркост мы договорили, что мы потом опроботаем эту информацию и опубликуем его. Потому что я верю, как бы сказанное, уже идеи, которые стали обычными, они распространяются. Поэтому идеями надо делиться. И тогда, как бы, позитивные изменения не применят. Они придут. Спасибо. Спасибо.